4 сентября 2014 года в адрес руководителей высших органов государственной власти субъекта Федерации было направлено письмо министра здравоохранения Веронике Скворцовой о совершенствовании региональных и муниципальных систем оплаты труда медицинских работников. К данному письму имеется приложение на шести листах. В приложении изложены достаточно серьезные данные о том, что по итогам первого полугодия 2014 года имеет место очень высокая региональная дифференциация в условиях оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Так врачи за одну и ту же профессиональную деятельность могут получать заработную плату от 25 тысяч рублей до 114 тысяч рублей, а средний медицинский персонал от 14 тысяч до 69 тысяч рублей. Приводится пример. В Карачаево-Черкесии размер оклада по квалификационной группе врачей и провизоров составляет 3450 рублей, а в Московской области 12197 рублей. Такие различия приводят к тому, что компенсационные стимулирующие выплаты начисляются на разные размеры базовых окладов, что в конечном итоге влияет на полный размер заработной платы. Обращается внимание на эффективность стимулирующих выплат в разрезе так называемых статусных выплат, которые не связаны с результатами работы. Например, непрерывный стаж работы, выслуга лет, квалификационная категория, ученая степень или ученое звание. И эти выплаты могут достигать в среднем 50%. Обращено внимание на то, что значительные объемы стимулирования распределяются по формальному принципу без объективной оценки, без увязки с результатами труда. Из проведенного анализа Минздрава России следует, что нужно менять структуру заработной платы. Необходимо устанавливать базовые оклады в размере 55-60% от общей заработной платы. Поэтому требуется совершенствование системы стимулирующих выплат. Прежде всего, необходимо отменить неэффективные стимулирующие выплаты. Должны быть конкретные показатели, которые отражали объемы качества труда медицинского работника. Обращено внимание на необходимость использования конкретных показателей, качества и количества услуг, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в рамках независимой оценки качества, публичных рейтингов и деятельностей медицинских организаций. Минздрав полагает, стимулирующие выплаты в заработной плате не должны превышать 30%, а компенсационные в пределах 10-15%. В связи с чем Минздрава Омской области по получению данного письма предстоит пересмотреть механизм установления должностных окладов, провести оптимизацию структуры и размера стимулирующих выплат с ориентацией на конкретные результаты труда. И об этом необходимо будет сообщить в октябре 2014 года Минздрав Российской Федерации. Из этого письма следует, что начнется титаническая работа Минздрава Омской области по реформированию структуры заработной платы и изменению перечня стимулирующих компенсационных выплат. Следует и обратить внимание на то, что данная работа мгновенно не изменит систему оплаты труда медицинских работников, потому что сейчас трудовые договоры заключены. Они действуют, и просто так менять условия договора не предусмотрены нормами Трудового кодекса. Для этого должны быть существенные основания. Однако, можно предположить, что с 1 января 2015 года все эти изменения будут проведены. Самое важное, пожалуй, заключается в том, что объем средств, направляемых на платы труда, является конечным. И в связи с изменениями структуры заработной платы, их абсолютные величины, скорее всего, серьезно не изменятся, потому что средства для финансирования заработной платы конечны. Это средства ОМС, бюджетное финансирование и оказание платных медицинских услуг. А в целом, повышение должностных окладов должно придать значимость той профессиональной деятельности, которую осуществляют медицинские работники. В том числе, у них будет меньше оснований брать одну, полторы, то и две ставки, чтобы иметь достойную заработную плату. В целом, с предложением министра здравоохранения Вероники Скворцовой вполне можно согласиться. Оно отвечает требованиям времени.